Встречали ли вы людей, которые в диалоге тянут одеяло на себя и никак не дают вам высказаться? А что, если это относится и к вам? Какие ошибки мы совершаем в общении друг с другом? Давайте обсудим. Топ-5 ошибок, которые мы совершаем в общении с собеседником. Ошибка номер один — это когда мы говорим больше о себе, чем о человеке, с которым ведем диалог. Например, приведу вам два варианта — правильного и неправильного. Первый вариант — неправильный, то есть когда вы больше говорите о себе. Привет! Слушай, я тут недавно был на концерте. Это был мой самый любимый исполнитель. Я так классно себя там чувствовал. Классно себя чувствовал? Я рад за тебя. Да, я-то как рад. Я тем более получал много удовольствия. Слушай, я бы с удовольствием еще раз туда сходил. Это первый вариант, когда вы просто рассказываете о себе. Человеку, возможно, отчасти было бы интересно услышать это, но все-таки вы в этом диалоге ставите акцент на себе. Какой я классный, как мне было хорошо. Некий эгоцентризм. Второй вариант диалога, который был бы наиболее верен с вашей стороны. Привет! Я слышал, что ты недавно был на концерте. Расскажи, как тебе? Прекрасно! Я получил массу крутых эмоций. Там было много исполнителей, которые мне нравятся. Интересно, а можешь подробнее рассказать, что за исполнители, что тебе понравилось? Какие именно песни тебя зацепили? Как видите, второй вариант, он ставит акцент на вашем собеседнике, а не на вас конкретно. Вы больше говорите о нем. И, соответственно, когда вы акцент ставите на человеке, который рядом с вами, то в подавляющем большинстве случаев человеку будет приятно с вами разговаривать. Он будет наполняться в этом диалоге и будет складывать о вас самое положительное впечатление. И вам не стоит бояться того, что у человека возникнет ощущение, что вы слишком много о нем говорите. Потому что даже если будет так, это все равно будет высказано в положительном контексте. И максимум, что он вам скажет, так это то, что он хочет узнать и то, как именно ваши дела складываются. Человек получит массу положительных эмоций через то, что он получил свою дозу внимания конкретно от вас. И это, конечно же, в лучшем, в положительном смысле сыграет вам на руку. Вторая ошибка, она в принципе вытекает из первой ошибки. И здесь она заключается в том, что вы не задаете в себе вопрос, а чего же хочет мой собеседник. То есть первое, что вы делаете, это вы думаете о том, как добиться от человека того, чего хотите конкретно вы. И, конечно же, это выступает в неком негативном контексте, даже если это происходит как-то скрытно. И в целом у человека в большинстве случаев может возникнуть ощущение, что вы больше думаете о себе. Или, как минимум, он просто не будет получать удовольствие от диалога с вами. И таким образом, зачастую вы просто не сможете выстроить диалог. У вас не появится эмпатической связи с человеком. Конечно же, иметь какие-то свои цели в диалоге, в этом нет ничего плохого. Но здесь важен сам принцип процесса не того, что вы хотите от человека что-то получить, а скорее даже можно выстроить здесь такой момент, как принцип выиграл-выиграл. То есть вы хотите чего-то, но при этом вы понимаете, что человек напротив вас, он тоже личность. У него тоже есть свои взгляды, и у него тоже есть свои потребности и желания. И исходя из этого, вы можете задать себе вопрос, от чего хочет человек, от чего он получает удовольствие, чему он порадуется, если вы с ним будете об этом говорить. И таким образом, если вы просто зададите сами себе этот вопрос, вы максимально улучшите качество связи, качество эмпатии с конкретным человеком или даже с группой людей. Как совет, если у вас есть возможность провести более глубокую подготовку перед разговором с человеком, допустим, это очень важный разговор, и вы наперед знаете о том, что он состоится, то вы можете в принципе составить некий чек-лист для себя, в котором вы узнаете, какие у человека есть хобби, чем он интересуется, его профессиональная сфера, чего бы он хотел достичь, замужем, женат, холост и так далее, и так далее. И вот эти всякие моменты помогут вам лучше узнать человека и, исходя из этого, еще лучше выстроить диалог с ним. Третья ошибка из пяти — это когда мы перебиваем человека, не позволяя ему закончить мысль, которую он говорит. Как минимум, это выглядит неуважительно и создает впечатление некоего диспута, что вы пытаетесь заставить человека продавить его, чтобы он именно принял вашу точку зрения. Но принял не добровольно, а принял насильственно. Конечно, в моменте у вас даже может получиться продавить свою мысль, продавить свое желание, и человек сделает то, чего вы хотите, или примет мысль насильственно, ту, которую вы хотите до него донести. Но при этом вы должны понимать, что стратегически вы, по сути, разрушаете с этим человеком отношения. Да, в моменте вы получите какие-то дивиденды, но в стратегической перспективе все будет идти на ухудшение. Четвертая ошибка — это когда мы не задаем человеку уточняющих вопросов. Например, если человек высказал какую-то мысль или рассказал какую-то историю, и вы при этом у него не уточнили, а правильно ли я понимаю, что ты имеешь вот это в виду? Ммм, интересно, а здесь вот так, вот так, вот так? Или вот так, вот так, или вот так? И поймите, что вот это помогает вам и максимально понять, что имеет в виду человек, и также создает впечатление того, что вы действительно его слушали, а не просто делаете вид, что его слушаете. Например, вы разговариваете со своим другом, который решает куда-то поступить, в какой-то университет, и он вам рассказывает историю о том, как он выбирал специальность. И в конце истории вы можете у него уточнить. «Слушай, я правильно понимаю, что ты хотел поступить на журналистику, но в конечном итоге все переосмыслил и решил стать архитектором?» В этом вопросе вы подвели некий подытог и дали человеку понять, что вы действительно его слушали и что вы действительно заинтересованы в том, что он вам рассказывает. Почему так важно задавать уточняющие вопросы? Дело в том, что, когда мы разговариваем с другим человеком, мы не разговариваем не с самим собой, а с тем, у кого есть свой уникальный жизненный опыт, свой уникальный темперамент, свои взгляды на жизнь. И когда вы доносите до него какую-то мысль, то он фильтрует вашу информацию через реестр своего восприятия. Вот все, что у него выстроено, все его взгляды, все его ценности, весь его жизненный опыт. Соответственно, то же самое происходит и когда человек обращается к вам. Только в этом случае уже вы фильтруете информацию, которая поступает к вам, через ваш жизненный опыт, через ваши ценности. А это в подавляющем большинстве случаев отличается от того, что есть у другого человека. И поэтому уточняющие вопросы максимально помогают понять, о чем говорит человек. Ведь даже есть некий тезис, который употребляют многие бизнес-тренеры. Не обольщайтесь. Никогда не будет так, что вы в точности поймете то, что сказал вам другой человек. Или наоборот. Не обольщайтесь. Никогда не будет так, что другой человек в точности поймет вас так, как вы хотели это сказать. Ну и пятая ошибка в нашем топе – это когда мы обесцениваем слова человека через свои оценочные суждения. Например, вы можете говорить в таком плане. Ты не прав. Ты говоришь совсем не так. Твои слова не имеют никакого основания. Еще хуже, если мы начинаем оскорблять человека. Например, ты говоришь глупости. Ты дилетант. Ты только вчера окончил школу, а уже что-то здесь из себя строишь. Так делать точно нельзя. Но как же себя вести? Какое поведение будет максимально верным? Приведу примеры на двух принципах общения. И один из них будет жестким, другой более мягким, но более правильным. Первый принцип – это принцип лобовой атаки. Например, вы – тяжелый танк номер один, и ваш собеседник – тяжелый танк номер два. И вы идете друг на друга, атакуете друг друга аргументами, продавливаете, и так, пока кто-то один не победит. Будьте уверены, что такая стратегия точно вас не приведет к победе. Конечно, в конкретном споре, в конкретном разговоре вы можете победить, можете продавить и оказаться сильнее. Но результатом вашей победы станут разрушенные отношения. На это, конечно, вы можете сказать, «Ну, не с каждым же человеком я хочу устраивать отношения. Вот конкретно с этим мне не важно это делать. Я готов его продавить». Возможно, вы можете так сказать. На это у меня будет вам такой ответ. Есть такое устойчивое выражение «От себя не убежишь». И поэтому, если у вас есть принцип того, что вы кого-то можете не уважать, то это так или иначе будет проскальзывать в отношениях с другими людьми, в том числе и с близкими, и в том числе и с теми, которые вам в принципе важны в той или иной сфере вашей жизни. Но если вы установите для себя один важный принцип, который звучит как уважение абсолютно к каждому человеку, то тогда это в долгосрочной перспективе поможет вам максимально настроить отношения с большинством людей и особенно с теми, которые важны конкретно для вас. Второй принцип будет более выигрышным, как я перед этим уже вам сказал. И я этот принцип называю принципом присоединения. То есть одно дело, когда вы как два тяжелых танка идете в атаку друг на друга. И в любом случае вы наносите друг другу урон, независимо от того, кто победит. Но совсем другой принцип, когда даже несмотря на то, что вы не совсем согласны с человеком, вы идете рядом с ним. Принцип присоединения. Это не означает, что вы должны отказаться от своей точки зрения и принять точку зрения своего оппонента. Нет, это совсем не об этом. Принцип присоединения – это то, когда вы относитесь с уважением к человеку и выражаете это свое почтение, даже несмотря на то, что вы не совсем с ним согласны. Приведу на практике примеры одного и того же диалога, но с использованием этих двух разных принципов. Принципа лобовой атаки и принципа присоединения. Итак, лобовая атака. Слушай, я считаю, что в принципе не нужно ходить в церковь. Почему ты так считаешь? Ведь ты же так не наполняешься Духом Божьим, если ты не будешь ходить. Да, я думаю, что для этого достаточно просто смотреть проповеди в интернете. Нет, так дело не пойдет. Ты так отпадешь от Бога. Это был вариант лобовой атаки. То есть здесь вы никак не проявили уважения к человеку, а наоборот продавливали его. Говорили о том, что он неправ и вам нужно делать вот так или каким-то определенным другим образом. Теперь принцип 2. Присоединение. Слушай, я думаю, что в церковь в принципе не отходить смысла. А почему ты так думаешь? Я считаю, что для того, чтобы наполняться Духом Божьим, чувствовать себя христианином, достаточно просто смотреть проповеди в интернете. Интересно. А вот я наполняюсь Духом Божьим, когда наоборот хожу в церковь. Мне классно, мне нравится, когда меня наполняет общество людей, таких же, как я. Кстати, можешь посоветовать какую-нибудь проповедь, которую ты недавно посмотрел? Во втором варианте вы можете увидеть, что здесь, да, встретились два человека, которые не согласны друг с другом, но при этом вы все равно оказали уважение, оказали честь человеку, который стоял рядом с вами, с которым вы разговаривали. Вы выразили свою точку зрения, при этом сохранили с ним отношения и продолжили диалог при помощи того, что спросили у него, а какую же проповедь ты посоветуешь? Ведь он же сказал о том, что он считает, что достаточно просто смотреть их в интернете. А это значит, что он что-то уже допосмотрел. Конечно, вполне возможно, что человек все равно никогда не примет эту точку зрения, которую вы хотели бы, чтобы он принял. Но при этом сам принцип того, что вы сохраняете с ним отношения, вы сможете в дальнейшем влиять на него с других сторон. Хорошо влиять, положительно влиять. Но если вы идете в лобовую атаку, то здесь уж точно, как вы понимаете, можно забыть о продолжении каких-то отношений и уж тем более какого-то положительного влияния. Мы с вами разобрали пять ошибок, которые мы совершаем в общении. А это говорим больше о себе, чем о собеседнике. Второе. Не задаемся вопросом, чего же он хочет. Третье. Это если мы его перебиваем, не давая ему закончить свою мысль. Четвертое. Не задаем уточняющих вопросов. И пятое. Это когда мы принижаем человека за счет своих оценочных суждений. Все эти ошибки проистекают всего лишь из одного принципа. Мы думаем только о себе или в первую очередь о себе. В том числе сюда и входят наши ограничивающие убеждения. С вами был Андрей Чернышев, тренер по ораторскому искусству и технике речи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!